всем привет с вами rom family снова суббота снова можно делать ремонт пылить ребенка забрали знаю сейчас планах сделать здесь стены где-то под замазать где-то какие-то неровности под убрать но самое основное это будет работа во втором коридоре там сейчас я вам все покажу основной коридор закончен можно так сказать но стены готовы переходим здесь во вспомогательный где вход в туалет с ванной сегодня в планах здесь сделать вот этот проем полностью заделать и вот эту часть но пропилить что проем был больше потом следующим делом это сломать вот эту дверь демонтировать ее и продолжить стену с детской до вот этого места сделать гипсокартоном единственная там стена верхушка неровная придется наверно подснять штукатурку вот нам эта стена нужна для того чтобы сделать вот здесь стену потому сейчас я уберу дверь вот эти кирпичи все выпадут потому что как я напомню они лежат вот на этой палке которая опирается на коробку поэтому дверь стоит не особо ровно вот и по возможности заняться вот этим углом надеюсь что мы все успеем и здесь в туалете дверь не знаю кто так делал но смысл смысл в чем что вот она идет труба стояк воды горячий вот дверь то есть если это потом все монтировать в короб который будет стоять вот так то дверь нам будет мешать то есть у нас если плитку даже выкладывать она пойдет дверь поэтому с противоположной стороны есть немножко расстояния я думаю сейчас мы померяем и сантиметров на 5 на 6 дверь сместим в эту сторону то есть дверь эту демонтируем здесь спилим ну и пока время наверно поставим или посмотрим повесим занавеску как получится чтобы дверь до сюда не снимать ну и чтобы уже будем пылить грязную работу все вот это сделаем здесь лишний штукатурку которую видеть доку ты смотреть там очень сильно выпирает все это подснимем в общем конкретно по пылим пока сохнет то что мы загрунтовали в коридор второй сейчас будем здесь нашел ленту делать можно клеивать ну и вот эти части вот пройдем чтобы потом сетку уже положить на ровно и потому что она просела надо еще чтобы сравнили бы закинуть Важная лента, как сказали строители, ей заделываются швы гипсокартона. Гипсокартона в самых краях, здесь есть углубления они специально, чтобы швы не расходились, нужна эта лента, чтобы она скрепляли. Или расшивать, замазывай так, или можно эту ленту клеить. Чтобы без конца не расшивать, можно клеить эту ленту. Под ленту выгоняю воздух, чтобы она ровненько потом стояла. не натирала, а то будут пузырики, она будет торчать. Как-то это по-другому делается, но по-другому не умеем. Сделаем сами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрались мы тоже до этой стены. Пока сохнет, просто здесь тоже надо все заделывать, чтобы развести сразу же пол ведра или ведро. И сразу же замазать надо прокинуть профиль. Для этого нужно просверлить под розетки. Для этого приобрели вот такую коронку для перфоратора. Сейчас ее соберем, ставим в перфоратор и будем сверлить вверстие под розетки, две розетки здесь будут над столом в будущем. Потом сделаем штрабу, закинем провод и развезем уже клей. Вклеим в коридоре все. Зарядим установкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего себе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эти под розетки у нас туда потом так встанут. Средств у нас будет из части. Вот так вот. Вот, значит, смотрите, показывали вам сначала, что клеили мы этот лист, ждали, пока он высохнет. Потом клеили этот лист, ждали, пока он высохнет. Потом сделали штрабу. У нас, получается, листы ровные. Это делается для того, чтобы потом проще было заделывать штрабу. Потому что сейчас буквально вот ее чуть-чуть замазать. Здесь у нас ровно. То есть все, ничего у нас нет. Сейчас и здесь все, этот провод заделается, эта штраба заделается. И потом, когда будет финишная штукатурка, уже практически ничего не будет видно. Все это останется в тени, и она будет ровно. И надо будет ее еще раз шкурить, шпаклевать. То есть как-то так. То есть как-то так. Штрабу прям хорошенько взбиваем, чтобы туда прям вовнутрь все попадало с излишками, чтобы и в щели. Потому что вот гипсокартон, видите, у нас же мы его приклеивали не полностью. Здесь вот щели есть, то есть туда еще дополнительно пройдет клей и его будет держать к стене. Вот и все. У меня она ровненькая получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Старый провод. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Демонтировали дверь в детской. Вот, сняли кирпичи сверху сначала, потом. У нас настала, как всегда, отваливаться штукатурка. Не стали снимать, там у нас помошольки. Аллергия на пыль. Вот, и тут был очень пыльно, как бы, и снимать смысл не было, потому что все в пыли, и ничего не видно. Вот эта штукатурка на полу. Сейчас ее нужно будет убрать по мешкам и вынести в подъезд, потом во вторник, как поеду на работу, вывезу. И вот еще такой момент. То есть под слоем штукатурки скрывается такая вот экономия на растворе. То есть это кирпичная кладка. Как я понимаю, стена эта толстая. Она, значит, капитальная. Вот. Ну, в ней не хватает немножко раствора. Вот сейчас на всякий случай хозяйство запеним, чтобы нигде ничего из стены не дуло в будущем. И продолжу я сюда монтировать гипсокартон. Время поджимает, подбирает мусор, пыль. Вот. И скоро уже готовятся встречи в ванюшке. Да, и здесь с другой стороны еще такой момент. Это вот сантехническая кабина, которая устанавливалась в Чешках. Ванна с туалета. Она отдельно. То есть у нас получается такой вот зазор между стеной и кабиной. Тоже думаю, наверное, на всякий случай монтажным клеем, на который я клею гипсокартон, я эту стену замажу. И, соответственно, здесь в кирпичах все вот эти отверстия, где не хватает раствора, тоже этим клеем замажу, потому что на этой стене будет у нас дверь крепиться. Время вечер. И пора уже складываться. Скоро придет ванюшка. И вот эту грязь нужно уже к его приходу убрать. Значит, как и планировали, сделали арку, проход. Вот. Сломали стену с дверью. Сняли здесь штукатурку. Хотя это не планировалось, но пришлось так сделать, потому что, сняв дверь, она тоже кусками отвалилась. И смысла не было ее оставлять. Вот. Приклеили листы гипсокартона. Вот. Получился угол. Здесь надо прибираться единственное, как хотели. Снять дверь. Но это не получилось. Это, наверное, оставим уже на следующую субботу. Будем тоже, скорее всего, снимать всю эту штукатурку оставшуюся. Осталось две стены. Эта и та. Вот. И здесь, вот не знаю для чего, конечно, здесь сантехническая кабина. А вверху неровный слой штукатурки. То есть, его тоже будем снимать по всему верху. И уже будем смотреть, думать, как вот эти провода тоже спрятать в стену. Ну, скорее всего, они будут спрятаны, как и вот эти. Закину я их наверх. Приклею лист гипсокартона. А потом в нем уже в готовом простраблю. Уложу туда провод этот. И уже все заделаю. Как-то так. Сегодня уже не поработаешь. Всем пока. До новых встреч. Ждите в следующих выходных.